Барнаульская новостройка попала в рейтинг самых дорогих в России. Аналитики составили список регионов с наиболее высокими ценами на квартиры в строящихся жилых комплексах. Барнаул занял восьмую строчку в десятке, следует из исследований, результаты которого публикует Политсибру. Авторы рейтинга говорят, что самый дорогой лот в Алтайском крае выставлен на продажу за 23,5 миллиона рублей. Это квартира площадью 234 квадрата в центре Барнаула. Цены в этом доме от 60 до 100 тысяч рублей за квадрат. Бейчанина подозревают во вмешательстве в американские выборы 2016 года. В Екатеринбурге состоялось заседание по делу хакерской группировки, участников которой обвиняют в слежке за главами российских промышленных холдингов, взломе электронной почты Хилари Клинтон и киператаках на Национальный комитет Американской демократической партии. Московский комсомолец на Алтае сообщает, что на скамье подсудимых наш земляк, житель Бийска Евгений Селиванов. Ранее он работал системным администратором в управляющей компании. Жительница Белокурихи потеряла более 10 тысяч рублей в погоне за призом от банка. Мошенники опустошили банковскую карту женщины после того, как она решила поучаствовать в розыгрыше 2 тысяч рублей. Как пишет комсомольская правда на Алтае, в одной из соцсетей пострадавшей пришло сообщение от подруги. Якобы банк разыгрывает приз 2 тысячи рублей. Чтобы его получить, нужно сообщить персональные данные своей банковской карты. В итоге доверчивая женщина сообщила все, включая коды, которые ей пришли по СМС, и с карты списали более 10 тысяч. Проводится проверка. Кстати, страница подруги оказалась взломана. Жуков-знахарей, которых едят от всех болезней, продают в Бийске, сообщает газета «Бийский рабочий». Якобы насекомых употребляют в качестве иммуностимуляторов и от лечения многих болезней. Употреблять при этом, отмечают заводчики, нужно взрослого и черного жука, не пережевывая. Ну а чтобы побороть отвращение, рекомендуют отсчитать необходимое количество жучков в небольшую миску, штук 30, разбавить их кефиром и выпить. Медики с дипломами лишь руками разводят. Положительный эффект от подобного питания вряд ли наступит.